Здравствуйте! Как и всегда, по средам на первом областном программе Моторс. Прежде всего поздравляем с праздником всех автомобилистов и тех, кто хочет ими стать. Кстати, сегодня мы расскажем о том, как выгодно и без рисков, связанных с куплей-продажей авто, сменить, либо приобрести себе нового железного коня. Конечно же, проведем тест-драйв. Ну а для начала к праздничным мероприятиям. Спортивно-технический клуб «Шатун» закрыл внедорожный сезон 25 октября, накануне Дня автомобилиста. В районе моста на левом берегу Зеи собрались владельцы и поклонники внедорожных авто. В гонках по кольцевой трассе могли принять участие все желающие. Их набралось более 30. Участников разделили на три класса – квадроциклы и машины с объемом двигателя до и более трех литров. Мы не специализируемся по таким трассам. Мы занимаемся троферейдами, а это раллийная подготовка. Борьба получилась жаркой. В одном из заездов участники едва не столкнулись на финише. Сезон удался, говорят организаторы. В текущем году они изменили формат соревнований. Во время каждого старта готовили трассу для любителей. А места для гонок выбирали так, чтобы зрителям было удобно. Больше стало и самих любителей полноприводной техники. В этом году на самом деле у нас впервые было вот такое количество квадроциклов. То есть до этого класса квадриков вообще не было. В этом году появился класс квадроциклов. Причем по численности он превзошел все ожидания. Даже я, насколько знаю, в Хабаровске в чемпионатах участвует меньшее количество квадроциклистов. Ну а тех, кто просто 4 ВД стандартный? 4 ВД безусловно стало больше, но пока не очень много. Хотя людей интересующих уже много. То есть по сегодняшнему дню мы видим уже более 30 участников собралось для участия вот только в этом мероприятии. Поэтому я думаю сезон удался. К сожалению, до нового года автоспортивная жизнь при Амуре затихает. Ближайшие старты намечены на январь 2015 года. Ну а любители авто 4х4 соберутся на подведение итогов еще раз в ноябре. Но уже без автомобилей. Презентация обновленного Mitsubishi Outlander прошла в официальном дилерском центре. Производитель не стал кардинально менять внешность бестселлера. В нее внесли только штрихи. Что касается начинки, то в Outlander изменили настройки подвески и улучшили шумоизоляцию. Гостям презентации не только рассказали о новинке и предложили поучаствовать в конкурсах, но и сделали выгодное предложение. Сегодня, именно в этот день, для вас предоставлена такая возможность приобрести данные автомобили с хорошими скидками, плюс подарки и призы первым покупателям. Подобные мероприятия официальные дилерские центры устраивают регулярно. Их можно отслеживать на официальном сайте представителей автоконцернов. Продолжаем тему покупки и продажи. Теперь о поддержанных авто. Два главных риска вторичного рынка – это чистота сделки. Купленная машина может оказаться попросту угнанной. И техническое состояние. Гарантии, что машина прослужит долго, никто не даст. Решение этих проблем – программа Trade-In от официальных производителей. Но сегодня никакой теории. Мы сдадим на оценку два автомобиля, а также постараемся подобрать машину с пробегом. Для начала сдадим на оценку два автомобиля. Nissan Juke куплен в дилерском центре автомобилю почти три года. И Mitsubishi ASX. Он куплен также в автосалоне, но в Хабаровске. В двух салонах процедура одинаковая. Проверка документов, затем техническое состояние. Справились также почти одновременно – порядка двух часов. Данный автомобиль действительно в хорошем состоянии. Значимых дефектов на нем не обнаружено. И данный автомобиль, учитывая, что ему практически три года, мы готовы принять порядка 600 тысяч рублей. Mitsubishi ASX один год в эксплуатации. То есть вычитаем 10% от стоимости автомобиля, плюс есть претензии к лакрасному покрытию. Итого расчетная стоимость где-то 960 тысяч рублей. В итоге Nissan Juke вышел немного дешевле, чем на вторичном рынке. Оценка ASX порадовала больше. Автосалон готов был принять машину даже по более высокой цене. Далее решение за клиента. Если это согласие, то в течение одного дня можно машину сдать, доплатить за новое авто своими, либо кредитными средствами. Переходим к покупке. Поддержанное авто у официальных дилеров появляется в двух случаях. Обновление тестового парка и машины, сданные в трейд-ин. Обычно первые немного дороже. Преимущество в обоих случаях является сохранение гарантии производителя, а в некоторые салоны предлагают услугу ее продления. Единственным минусом является, что такие машины в наличии есть не всегда. Для того, чтобы приобрести желаемую машину, нужно поддерживать связь с менеджерами в салоне. Мы продолжаем. Моторс у нас тест-драйв. На нем сегодня Hyundai i40. Часто в современных условиях покупатели сталкиваются с тем, что приходят в разные салоны и видят примерно одинаковые автомобили. Они бывают похожи внешне, особенно похожи по комплектации. Не хватает изюминки. Так вот, в i40 изюминка такая есть. Даже в средней комплектации этот автомобиль может дать фору любому конкуренту из класса выше. Так что сразу же заглянем внутрь. Ну вот и первое сидение кожаное. И оно запоминает необходимое положение, когда ты заводишь свой автомобиль. Ну вот о том, как начинает работать прибор-панель, можно наслаждаться действительно вечно. Картинки разрабатывали специально для этой модели. Синяя подсветка смотрится действительно очень красиво и не напрягает зрение. Вот сейчас дисплей показывает нам, что до заправки, кстати, вот этот автомобильчик как раз это и есть, Hyundai i40, нам можно проехать 104 километра. Еще одна интересная опция – панорамная крыша. i40 разрабатывали в европейском инженерном центре Hyundai. Как заявляет производитель, с учетом пожеланий и требований европейских потребителей. Философия у автомобиля такова. Седан среднего размера по качеству и комплектации должен удовлетворить даже тех, кто привык к авто более высокого класса. Мы тронулись и что я могу сказать, что действительно фишка в этом автомобиле есть и это именно опции. Все любители гаджетов, любых электронных в Hyundai i40 будут абсолютно счастливы. Потому что, на мой взгляд, этот автомобиль может практически все. Кстати, если машиной управляет двое людей и вторым человеком является ваша половина, вторая, и вы о ней заботитесь, то есть удобная функция – ограничитель скорости. Можно запрограммировать максимально допустимую скорость, например, 60 километров в час в городе, и машина быстрее этой скорости просто не поедет. Ну что ж, попробуем разогнаться. Педаль газа здесь расположена в полу. Автомобиль очень тихий, это стоит заметить. Это, кстати, достаточно необычно, когда педаль газа находится в полу и вот таким образом нажимается. Но удобно. Автомобиль достаточно резвый. Корейские инженеры дефорсировали двигатель. Теперь в нем 150 лошадиных сил. Это, кстати, сделали для экономии на транспортном налоге. Впрочем, экономия на транспортном налоге в Ай-40 не в ущерб динамике. Мощности хватает с запасом. Позаботились инженеры в официальном автомобиле универсиады в Казани. К ее открытию, кстати, выпустили даже спецверсию. И о тех, кто не только любит погонять, но и часто стоит в пробке. При нажатии кнопки активируется режим, в котором не требуется все время давить на педаль тормоза. Безопасность в этом Hyundai тоже по высшим евронормам. За пассивную безопасность автомобиль получил высшую оценку. Активная безопасность также на высоте. 7 подушек безопасности, даже 8, это столько же, сколько, к примеру, в Subaru. Японская марка всегда славилась именно подходом к безопасности. Так вот, седан D-класса ничем не уступает какому-нибудь кроссоверу по безопасности, например, от Subaru. Еще одно ощущение я здесь поймал за рулем этого автомобиля. Когда садишься в другие тестовые машины, какое-то время к ним нужно привыкать. А здесь же я сел и поехал. Ну, действительно говорит о том, что качественно настроен автомобиль. И он контактирует с водителем. Какой бы вывод я мог сделать об этом автомобиле? Автомобиль, что называется, вызов. В нем есть своя изюминка. И укомплектован этот автомобиль очень и очень хорошо. И что самое главное, нет нагромождения и все очень удобно. Прежде всего, эта машина подойдет тем, кто любит комфорт, любит современный динамичный автомобиль городской, но при этом не любит большие машины. Хочешь узнать больше об i40? Записывайся на бесплатный тест-драйв. Это можно сделать в салоне, по телефону, либо оставив заявку на официальном сайте. Ну вот и все автособытия, автоновости, о которых мы успели рассказать вам в этой программе. Еще раз поздравляем с прошедшим праздником всех автомобилистов и тех, кто хочет ими стать. Ну и в заключении два наших любимых автосовета. Во-первых, покупайте новые автомобили. Ну и, конечно же, смотрите программу «Моторс» на Первом областном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...